Здравствуйте! Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы продолжаем смотреть нашу трансляцию. Напомню, что это Санкт-Петербург, Сибур-Арена, главный сегодня центр, наверное, даже не боюсь слова, европейского бокса. Здесь установлен ринг в одном из самых красивых архитектурных сооружений спортивных нашего города. И сегодня мы с вами смотрим финалы, финалы Кубка Губернатора Санкт-Петербурга 2021. Ну, действительно, большой праздник и сегодня потрясающий бокс высокого уровня. Мы не побоимся эпитетов. Вы смотрите уже целую неделю трансляции из нашего города и сегодня завершающий день. Да, грустно прощаться, грустно расставаться, но, тем не менее, сейчас в эти минуты на ваших глазах определяются золотые медалисты наших соревнований. И сейчас мне очень приятно вам сказать, что к нашему репортажу, к нашему комментаторскому месту присоединился один из лучших на сегодняшний день супертяжеловесов и нашей страны. Да, и, наверное, я не боюсь этого слова мира. Это заслуженный мастер спорта, чемпион России, чемпион Европы среди любителей, блестящий профессионал, обладатель золотых поясов ВБА Интерконтинентал и других. У нас сегодня здесь Сергей Кузьмин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы согласились прийти. И сразу же мы с вами смотрим такие весовые категории уже. На самом деле, очень приятно смотреть в родном городе такое мероприятие спортивное. И тем более, это не просто всероссийского масштаба, а это мирового. Потому что элита мирового бокса собралась у нас на питерской арене и показывает, демонстрирует красивый бокс. Ну, вот давайте сразу же посмотрим. Нас иногда критикуют зрители, что мы увлекаемся интересными рассказами, экскурсами в историю, сравнениями. А бокс-то люди видят сами. Ну, иногда, ну, давайте тогда, раз хотят болельщики, давайте им, значит, помогать. Да, ну, что вы сейчас видите? Ну, сейчас идет... Каждый гнет свою линию. То есть, боксер красного угла хочет навязать свою тактику боя. Синий выдержит свой рисунок поединка. Мы видим, активным первым номером работает красный боксер. Синий выдерживает его на дистанции и работает контратаками. Да, ну, я скажу, что это как раз это Мимам Хатаев. Действительно, очень хороший боксер. И это, между прочим, чемпион России действующий, да? Ну, вообще, крепкий боксер. И, насколько я знаю, свою вообще профессиональную любительскую карьеру вспоминаю. И знаю, что на Северном Кавказе, в Кавказе очень крепкие ребята, спортсмены. Не только в боксе, но и в борьбе. Конечно, конечно. Ну, давайте сейчас посмотрим, как они такают. Подаренный здоровьем. Иногда просто у них преобладает чувство инстинкта, что им хочется сразу выиграть. Но иногда попадается с такого уровня боксера, что они начинают с ними боксировать, играться. И тут вся эта мощь становится просто, ну, бесполезной. Он устает, начинает проваливаться. И в итоге бой проиграл. Что сейчас мы видим? Мы видим, что Имам Хатаев хочет как можно быстрее удосрочить поединок. Он жесткий боксер. Да, соглашусь с вами, да. Сбьет с хорошими комбинациями. Но немного ноги у него отстают. Заваливается. Синий же старается его попасть на контратаке. Поймать на встречном ударе. Посмотрим, что еще второй раунд предложит они друг другу. Да, посмотрим. Потому что уже здесь очень несколько хороших побед одержал. Ну, несколько на пути, да, к финалу. Самая важная победа – это финал. Но самое важное – это финал, да. Я, кстати, вспоминаю ваш финал чемпионата Европы. Да, вот это был бой, конечно, да. Ну, на самом деле, у меня, можно сказать, тогда болельщики бокса и любители бокса окрестили мой финал еще в четверть. В финале, когда мне противостоял двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Роберто Камарелли, наверное, все знают. Да, 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 конечно. И тут, как бы, я молодой еще на тот момент, можно сказать, неокрепший в мужском боксе, можно сказать, пацан перешел. И у меня настолько было огромное желание. Я уже тогда еще, когда он стал 2008-м олимпийским чемпионом, я почему-то уже с того времени начал потихоньку наставиться, что на него. И, как бы, знаете, мысли материализовались. Да, да, да. И вот в четвертьфинале мне выпал шанс встретиться с таким титуловым боксером, чемпионом олимпийским. Да, еще в четвертьфинале, да. Да, и на тот момент мне нужно было просто себя проявить, показать то, что я лучше, чем он. Что на тот момент я и сделал. Да, было тяжело, но нигде легкого ничего не бывает. Также мы видим сейчас, поединок проходит очень напряженно. И каждый пытается навязать и удержать свою линию атаки и рисунок боя. Поэтому мы видим, что они изматывают клинчем. На дистанции мало боксируют. Стараются, выкидывают одиночные 1-2 удары. Да, вот я как раз и хотел сказать. Да, вот такая вот, казалось бы, наоборот, лежи на дистанции. Да, вот взять красного боксера. Ошибка его, то, что он справа начинает сразу без подготовки. Примитивно, на самом деле, боксирует, что нету ни начала атаки, ни подготовка и ни ухода нету. То есть просто набрасывает удары и на месте стоит это. Ну, что говорить, это такая высшая математика, может быть. Ну, со стороны, как говорится, всегда легче рассуждать. Но, тем не менее, наверное, хотелось бы к этому стремиться. Да, я с вами согласен. Я считаю, что, когда я тоже боксирую, так же говорят. И когда что-то говорят люди, к этому нужно прислушиваться и работать над этим в дальнейшем. Чтобы не просто, ну, критика это всегда хорошая вещь. Ну, знаете, у нас такие болельщики, они очень изыскательные. Мы тоже читаем сейчас комментарии. Они тоже пишут. Сейчас же модно, знаете, все пишут сразу в Инстаграме, ВКонтакте, в других социальных сетях. Судьи у них плохие. Комментаторы ничего не понимают. Легенды ринга уже давно надо сдать в музей. Поэтому, а вот они все понимают. Они просто должны быть намного... Вот, о чем я вам и говорил. Вот он после... Фантастика. После контратаки подсед, удар и вот нокдаун. Потому что, вот как я говорил, что примитивно. Бьет с правой, начинает сразу боксер красный. Стоит на месте без каких-либо обманывающих, богатавливающих моментов. Вот он, пожалуйста. Уже на фоне усталости он пропустил удар. Что касается критики, можно сказать одно. Сколько людей, столько и мнений. Конечно, все могут высказываться, но план должен быть один, четкий. Свой. Да, но видите, сейчас нам напомнили еще раз. Я говорил уже в трансляциях. Бигзот чемпион мира, понимаете. Он очень искушенный боец. Смотрите, как он. Я только хотел сказать, что вот эти вот его удары с дистанции, они опасные. Опасные. Очень опасные. И он уже со второго раунда начал видеть атаки красного боксера. То есть он его ловит уже навстречу, можно сказать. Давайте повнимательнее посмотрим третий раунд. Третий раунд. Красному боксеру нужно вот опять ошибка. Сразу кидается, что с левой, что с правой. На ногах подходит, подходит и бьет, останавливается. Это, ну, примитивная ошибка сегодняшних боксеров, что вроде бы они двигаются, двигаются, а бьют раз, встанут на ноги и начинают бить. И тут вот остаются в опасной зоне, конечно, остаются уязвимыми. Я вот даже, знаете, слышал, многие уже тренеры, опытные тренеры, они буквально кричат, что не застаивайся, не оставайся в этой зоне, да, вот опасного такого. Такая поговорка есть у тренеров. Ноги боксера кормят, только ноги волка кормят и так же боксера кормят. Нужно двигаться больше, перемещаться, тем самым не давать сопернику бить по себе. Бывают, да, конечно, такие моменты, что нужно перетерпеть, где-то встать плотно на ножках, побить, упереться, перебить соперника, чтобы показать свою мощь. Здесь мы сейчас видим, что красный боксер пытается отыграть. Но в боксе реваншироваться никогда не нужно. Нужно пересмотреть свою тактику и включить план Б, раз план А не сработал. Что мы видим, что ничего такого он не делает, стоит и машет слева направо. Казахский боксер бьет комбинационно, старается на дистанции расстреливать, наносить длинные удары. Ну, вот смотрите, уже не раз вы смотрели сейчас из первого ряда, и мы с вами видим из комментаторской. Вот, смотрите, да. То, что и узбекские боксеры, и казахские, конечно, они вот сохранили вот эти вот традиции. Советская школа бокса, да, да, да. Потому что классика, классика была она, это, как в любые времена. Конечно. Я всегда тоже в данном случае говорю и вашего хорошего товарища, и нашего близкого друга, и вашего тренера, да, подопечного Геннадьевича Машьянова. Это Дмитрий Бивол, да. Как он работает, да, профессионал. Он мастер, у него просто отличные ноги. Да, да, да. Есть одаренные люди, а есть просто пахари, которые пашут, пашут, они вообще родились без, ну, без какой-то одаренности, да. И у них не получается. А есть люди, которые им жизнь подавила, он родился, и все, и он уже может стать звездой. Но он на многие вещи просто закрывает глаза, не тренирует, становится там, что вот я у меня родился, я уже крутой. Конечно, да. И вот эти многие боксеры просто пропадают, можно сказать. Сливаются. Сейчас обратите внимание, вот внизу в углу, да, как раз десекунданты красного угла. А вот сейчас внизу, видите, стоит, это главный тренер сборной России, Виктор Борисович Фархудинов. Вот он недоволен. Ну, конечно, недоволен, потому что, если рассматривать весь поединок и ставить итог, я бы сказал, что синий боксер казахский намного бы интереснее выглядел в этом поединке. И хоть и даже на дистанции там атаковал, но он уперся и сбивал в атаке, даже в нокдауну умудрился. Конечно, да, да, конечно. Я думаю, что победа должна за ним быть. Да, я думаю, что здесь мы не ошибемся. И маму тоже надо дать должное. Он молодец, шел вперед, не сдавал оборотов, но слишком примитивным был поединок. И маму провел вообще очень хорошее, вот я все видел поединки, он очень хорошее провел. Может быть, ему не хватило на всю дистанцию, бывает такое, что не рассчиталось. А вы знаете, просто бывают такие поединки в боксе, тут не на профессиональном поединке ты готовишься к бою к одному, а в любителей ты готовишься к каждому поединку и не знаешь, что тебя ждет дальше. И ты готовишься как на последний. Возможно, он просто выплеснул эмоции, те, которые готовил, и сейчас уже как бы пик прошел. Так и есть. Немножко, может, не хватило до финала, это тоже имеет место быть. Но он в любом случае молодец. Победу одержал и стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга в весе до 81 килограмма боксер из Симу Гуаса. Конечно, да, конечно, 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 молодец. Сейчас мы с вами давайте посмотрим судейские записки, хайлайты. У нас сегодня все, можно посмотреть. Самый лучший момент. Вот смотрите, да, и увидим, конечно, этот нокдалл. Ну, вы как опытный боксер сразу же вот увидели ошибки, к сожалению. Ну, к сожалению, потому что все-таки мы в России, и не то чтобы болеем за Имама Хатаева, да, но тем не менее, вот, да. Да, вот этот левый свинг. Левый свинг, да. Причем он несколько раз его закидывал, закидывал и...